Мне кажется, у меня есть проблемы, которые я до конца не решила у себя в голове, и это касаемо питания и режима сна. Сейчас 3.20 с копейками, я на кухне, ем всякую дрянь. Но не прям так, что дрянь, но это не полезно. Колбаса. Ладно, так скажем. Колбаса. Да, я ем колбасу. И нашла Кока-Колю. Чуть-чуть. Я не пью бутерованные напитки уже очень давно. Ну, когда что-то происходит. Вот здесь. Я не знаю, я просто загоняюсь иногда по такой фигне, но благо сейчас это происходит, знаете, моментами. То есть, когда я перестала снимать, это был такой длительный период, когда я прям, не знаю, это вообще кошмар был, не хочу вспоминать. А сейчас это такие, знаете, как вспышки. И я не знаю, что это такое. Вот мне грустно, и вот хочется это заесть. Хотя я знаю, что это неправильно. Это вообще неправильно. Так нельзя делать. Что-то думаю, не могу уснуть, что-то размышляю. Ну, вот как-то вот так. Я не знаю, как я завтра утром встала, но встала через пять часов. Меньше даже. Восемь с чем-то. Без понятия. Вот так вот оно и есть такое у меня. Надо что-то с этим делать. Ну, я не знаю, что-то. Попробую еще раз здесь спать. Не знаю, получится или получится. Вообще не могу уснуть. Вообще жесть какая-то. Ладно. Пойдем. Девчонки, всем доброе утро. Я сильно опаздываю на работу, но не на работу. Вот. Ну, я уже предела, так что все нормально. Сейчас Дима уже пошла заводить в машину. Проснулась. Я не знаю, сколько я спала. После того, как я сказала, что я пошла спать, прошло, наверное, минут еще двадцать. Проснулась я в девять ноль две. Где-то так. Сейчас все тает, там сильный ветер, поэтому я уже вернусь в машину. Проснулась. Кто ты такой? Всем доброе утро. Я, кстати, забыла, что это день Валентина. Ну, как забыла? Я о нем помнила с утра? Так, промежутками. Сейчас выходила и забыла. Сейчас опять вспомнила. Сейчас ждем Валентина вас. Сейчас ждем Валентина. И вас ждем, Валентина. Кошмар какой. Так, все, мы выехали в метро. Опоздаю, но... Может, мы не критично, хотя, наверное, критично. Я в это время обычно подъезжаю к метро. Ладно, что-нибудь придумаем. Девчонки, я уже на работе. Сейчас я помогу открыть смену. Можно так сказать, новый манеджер. Ну, это не новый манеджер. Вот. И по веку дальше нам пришлось поехать по разным... По разным ветров с Димой. Потому что там негде было припарковаться. Я так опоздала, я приехала в 10.40. Ладно, короче, включаем музыку. И дальше, дальше делаем все. Ну, включайся. Включайся. Девчонки, времечко. А ты был сегодня? У меня был сегодня. Точно? Точно. С утра. Здоровался? Угу. Уже времечко 12 с чем-то. Извиняюсь. Очень пить хотела. Все. Я, вроде как, чуть-чуть помогла. Надеюсь, все будет хорошо. Все, что она мерсивая оставила. Уже много народу, чтобы вы понимали. Сейчас сидит раз, два, три, четыре, пять столов. И два из которых по три человека. Это очень много. Мы сейчас пойдем в золотое яблоко. Потому что мне мама с папой на день рождения подарили денежку. Часть я закинула в копилку на поездку, а часть я себе приобрела кое-какие товары, которые давно у меня лежали в избранном. Поэтому сейчас пойдем забирать заказик. Что, не холодно? Нет? Да. На улице не холодно. На улице тепло. Что-то мокрый снег, это как дождь. Да. Сбербанк, кстати, не работает. Вот это не работает? Ну, банкомат это работает. Ну, банкомат. Так это не Сбербанк. Ну, я понял. Я туда позвонился, они мне сказали, вы на брокерское совещание. Я думаю, нет. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хей. Все. Мы уже все забрали. Вот она вот эта вот. Такая красота. Мы сейчас зашли на этаж, вышли здесь вообще в первый раз. Здесь капец, какие цены. Просто жесть. И не то, что в афиге, я таких слов не надо говорить. Красота моя. Красота моя. Модель. Ты мне как модель. Я говорю, что ты модель. Хе-хе. Чтобы вы понимали, куртка, вот как у Димы в клеточку, с 70% скидкой 17,800. Это 70% скидкой на эту куртку. Ммм. Жесть. Ну, ладно, просто о чем мы сюда пошли вообще? Солене попускать. Да нет, шутка. Просто ради интереса, что тут вообще в принципе есть. Потому что я была только в золотом яблоке. И то, знаете, на секунду, чтобы забрать заказ и убежать обратно. Кстати, есть один прикол. Я в золотом яблоке. Попробовала взять сейчас ватные диски. Я в поисках хороших ватных дисков. Сейчас опять музыка заиграет. Сходили мы в Токио. Перекусить, так скажем. Улочку. Что-то как-то мне не знаю. Я сам попомнишь, а ты вот... Плохое впечатление осталось в официанте. Максимально плохое. Очень холодное какое-то отношение к гостю. Плюс... Плюс выдал нам сдачу 5-рублевыми монетами. Ну, это типа жесть. Все, девчонки. Времечка. Времечка. 13.45. Мы идем на Мкитик. Где мы выбрали? Забыли про Токио Сити. Фиг с ним, фиг с этим официантом. Кафе есть в кафе. А, кстати, я когда спрашивала... Он там в Цезаре? Он вполне такой... Сколько? Дороговато. Типа. А ну так я... Понял, кто это говорит? Филипп Киркорок. День какой-то в каких-то обрывках, недосказанности. Ай... Все, сходили мы на мультик. Мультик назывался «Пламенное сердце». Мне очень понравилось. А тебе, да? Ну да, прикольно. Действительно клевый. Ну да. Но это такой со смыслом немножко. Освящен первым женщинам. Пожарным. Угу. Тоже. И там очень смысл клевый у мультика. То есть девочка еще с детства мечтала и вот, так скажем, осуществила мечту. Очень классно когда так получается. Сейчас пойдем куда-нибудь. Не знаю куда. Мы сейчас идем за постелем. Документы готовы. Вот это как раз одна из самых главных новостей сегодня. Документы готовы. Вот он. В этот мультик мы ходили. 17 февраля. Мы из будущего. Посмотрите, какая погода на улице. У нас так надо будет. Шапку все. Да. Точно у нас шапки есть. Давай шапки есть. Да, давай. Все, сейчас мы шапки напялим. Я как мухомор. О? Я как мухомор. Все, мы идем за постелем. Точнее, за моим аттестатом. И сегодня в день Валентина. Мы сдадим его на перевод на английский язык. Надеюсь, мы успеем. А что не успеет? Они на вас не работают. Ну все равно. Пока туда, пока там. Ноутбук я, кстати, с собой забыла взять. Но. В телефоне есть... Ой, лопатная. Ой. В телефоне есть приложение. iMovie. Вот я там хочу склеить, но мне нужно такое место, где можно сесть и прям вот посидеть, чтобы не так громко музыка играла. И я смогу склеить кусочки вчерашнего дня. Подарки еще не дали. Я нашу свой в рюкзачке. Я жду момента. Да. Он тут где-то в лопатоне. Просто собачки оставили следы. Я постоянно смотрю на это. Что, домой? Еда повсюду. Я повсюду смотрю. Все, мы почти дошли. Поэтому включимся уже, когда заберем. Все, девчонки, как и в тот раз. Все было быстро. Записали фамилию и имя. Где это там? Померили температуру. И в принципе все. Все. Мы теперь с апостилем. Ура! 14 февраля это случилось. Ура! Ура! Та-а-а! Ура! Че-е-е-е-е. Ура! Слышишь? Перед гором. Ура! 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 Я припарковался немножко близко к вот этому борщику, поэтому я там не заеду. Вот, сейчас Дима подъедет, надо будет быстренько сесть, потому что тут машин много. Во, все. Кстати, маску можно уже будет снять. Ой-ой-ой. Все, залез. Подарок я так и не подарила, потому что Дима сказал, что, ну, как он сказал, что у него дома подарок будет для меня, да? Вот, поэтому я решила, что дома вместе подарим. Кусочки я не склеила, в принципе, хотела вахаха поснимать, но там везде музыка. Я не знаю, что-то туплю постоянно, зная, что музыка нет, все равно, типа, в голове вот, сейчас поснимаю, типа, прикольно. Мне очень понравилась вахаха. Там нет, как я поняла, официантов. Да, это же не официанты. Там нет официантов. А, ну вот, там просто как кофейня. Берешь, я замерзла немного. Берешь напиток, заказываешь, и тебе выдают такую штучку прикольную. Она начинает пищать, ты приходишь на выдачу, и тебе выдают напиток. Мы взяли напитки с собой. Три. Ой. А, три, да? Да. Мы все с собой взяли. Мы сначала заказали два. Вот. У меня был кислый манго, а у Димы... Какая-то там дыня. Какая-то там дыня. Так, привет. Вот. Ой, это было резко. Потом оказалось, что это дробленый лед с сиропом. Ну, как фраппе. О, ты запомнил. Мне девушка тоже сказала на кайсе. И у меня, кстати, такое ощущение, что где-то эту девушку видела. Я могу ошибаться, но... Ладно, я не стала говорить, потому что я бы выглядела как-то странно. Так вот, девушка сказала, что это... Вы знаете, что это как бы лед? Вот. Вот. Я такая типа... Нет. Вот. Не знаю. Я выглядела там туповато, потому что там еще и допинг надо было самой выбрать. А я такая, а я ничего не знаю. Я говорю, можно на ваш вкус? Благо девушка там помогла выбрать. Вот. Спасибо ей большое. Вот. А, я сначала хотела оплатить наличными, а у них в кассе типа не было размена. Я думала, что вообще типа беда будет, что я ничего не куплю. Потом вспомнила, что все-таки карточкой можно воспользоваться. Я тоже. У меня бывают такие эти заскоки, что... Все, наличка не привается. Я не куплю, не куплю. А кто карту отменил? Никто. Ой, блин. Капец какой-то. Что-то какой-то странный день. Вроде Валентина. Вроде не Валентина. Все, крышняк едет. У меня, кстати, голова поболивает. Немножко прям совсем. Но это, скорее всего, лед на голову ударил. Потому что там реально лед. Мне, кстати, понравились болы. Или не болы, я не знаю. Вот эти штучки в ферапетах. В шарики? Да, вот которые у меня были. Ну, это такие шарики из водорослей, агар-агар. Из сиропа. Такие познания. Такие же, я говорю, я не контролю. А какие именно? Как у тебя или как у меня? Нет, у меня это кусочки были. Нет, у тебя были шарики желейные. Но они... Девушка объясняла, что это желейные шарики. Они не жидкие внутри. Они не жидкие внутри. У меня жидкие. Поэтому у меня они как кусочки, и такие цельные. То есть они, ну... У тебя шарики были. Желейные. Шарики желейные, я имею в виду, что они... А у меня тоже шарики, только с жидким центром. Лопающиеся. Голова болит. Ладно, мы... А, мы, кстати, вот. Все никак не могла сказать, объяснить нормально. Мой аттестат готов. На него поставили штампопостиль. Я не могу его показать, потому что там цифры... Ну, типа документы, грубо говоря, да? Там очень красиво сделали. Прям красную ленточку. И так печать, эти ленточки припечатали. Очень красиво. И сейчас... Это сделано для того, чтобы при поступлении видно было, что это... Ну, настоящий документ, а не подделка. И сейчас мы едем в бюро переводов, где мой аттестат с апостелем. Его переведут на английский язык. Тут, благо, надо ждать не месяц и не два, а несколько дней. Если мы сейчас успеем, то он завтра уже будет готов. Если не успеем сегодня, и завтра, Дима, и завтра мы отправим, да, у меня завтра тоже выходной, кроме... на завтра, то он будет готов послезавтра. А дальнейшие действия мы уже потом расскажем, потому что, ну, что наперед говорить, если ничего не понятно. Вот. Единственное, что понятно, что теперь есть штампа постель. Мы этого добились, это круто. Мы уже пять минут разговаривали. Надо с этим, чтобы делать. Извините, пожалуйста. Все, девчонки, мы уже дома, времечко 18.58. Все, что будет дальше, я буду снимать, наверное, на камеру. Сейчас будем дать подарочки. Вот я хочу посмотреть на реакцию. Вот я буду снимать на камеру, потому что телефон разрядился. Я кое-как успела склеить кусочки в машине. Перевод будет готов завтра. Мы успели. Вот, посмотрите, какое у меня чудо дома здесь. Я обожаю, когда дарят одну розочку. Вот. В честь дня Валентина. У меня есть все, и белая розочка. Помимо вот этого вот букета с дня рождения. И красота. Все. Стиво, открыть тебе дверку. Да? Джейк. Открыть дверку тебе. Иди открывай. Если что, тут не пиво, тут тоник. Который был в наборе, когда мы покупали Новый год мартини. Вот. Он еще оттуда это не пиво. Малый. Ура. Что это за коробка? Бор, что это за коробка? А, поняла. Ладно. Там всякая штука. О, у нас тортик остался. Все, мы знаем, что мы будем делать. Ну, конечно, маленький кусочек, но все равно очень-очень вкусный. Бор, оставить тебе дверь открытую? Ну, сам тогда да, открываешь, ладно? Бор умеет дверь открывать, поэтому я даже не боюсь по этому поводу. Девчонки, мы переключились на телефон теперь Дима, потому что и фотоаппарат пока обещала про покупки золотого яблока, он тоже разрезен. Не забыли вообще разрезать. Да. А, короче, это мой подарок от меня. Тебе. Вот. Ну, где-то открылось. Точнее, нет, я не думала об этом. Мы договаривались. Я вспомнила об этом только сегодня. Ну, ладно. Вау. Блютуз. Да, она клея. У тебя себе. Вот такая вот щеточка. Она еще с этим. Смотрю. Вот это. Вот это. Вот это. Еще с открыточкой. Да, нет, я ничего не могу. А он налезет на меня. Ну, смотрите. Видимо, еще открытку изделят. Это что, набор? Ну, это не, это, это набор. Нифига себе. Короче, у меня тапки порвались. И носочки. Нифига себе. Нифига себе. Нифига себе. Нифига себе. Вот ты любишь перегораживать. Прикрывай свою точку пятую. Носочки. Тапули со стичем. И стичь. Это кунгурек. Кунгурек. Чтобы ты не мерзла. Начальник. Короче, надо сядить сегодня в душ. бур. Ого. 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 Стой. бур цензурит нам все звери умничка это прикол короче мы сейчас будем вот это все смотреть мы сможем вот так это конструкция выглядит поставим на полочку и если что можно будет открывать городом тебе тоже зубки почти блин у меня отлетела колечко нет оно пропало оно прям маленькое какое оно будет черное но оно как синее только красное будет бурно идет